Сегодня губернатор наградил отличников ульяновского спорта. В зале правительства собрались действующие спортсмены, наставники и работники профильных учреждений. Алексей Михалкин, заслуженный тренер, благодаря которому ульяновские паралимпийцы стали бронзовыми призерами летних игр в Токио, был достоин медали Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Стремление, вера в своих спортсменов, воспитанников, прежде всего, и ребята стараются, добиваются успехов на мировой арене. Это гордость России, гордость ульяновской области, нашего региона. Также глава региона обсудил с членами правительства планы по развитию физической культуры в области. В сентябре Ульяновск примет российско-белорусские состязания. Первыми формат опробуют представители девяти единоборств. У соревнований «Большое будущее». Позже к ним планируют привлекать и другие спортивные федерации. Более 300 спортсменов из двух стран примет комплекс «Волга-спорт-арена». Мы должны продемонстрировать дружбу между нашими близкими народами. Тут такая своеобразная и политическая подоплека тоже присутствует. Но самое главное, что мы предложили министру спорта России новую форму проведения соревнований, которая отходит и от шариков, фонариков, включает многокомплексность. И я думаю, что последствия будут очень большими ощутимыми. Но основное направление в развитии спорта – это поиск квалифицированных кадров, считает министр спорта области. Здесь будет и модернизация нашего техникума Олимпийского резерва, и плотная работа с высшими учебными заведениями, кто готовит специалистов отрасли для дальнейшей работы. Здесь будет делаться акцент на то, что каждый молодой специалист будет получать от нас поддержку в размере одного миллиона рублей, если он будет работать в сельской местности. Кроме того, в регионе проводится активная работа по строительству спортивных объектов, как крупных, так и локальных. Например, в парке Матросово ко дню физкультурника открыли современную футбольную площадку. Она предназначена, в первую очередь, для занятий детей от 7 до 10 лет. Также с второй и с третьей гимназии, которая здесь по соседству находится, мы с ними по договоренности, они будут заниматься физкультурой в утренние часы. А где-то после двух, после трех часов уже будет заниматься школа. И социальные часы, так называемые, которые бесплатно местные жители, по договоренности с нами, они могут уже здесь заниматься, приходить.